здравствуйте меня зовут ольга и сегодня я вам расскажу как мы готовим плавленый сыр для приготовления плавленого сыра мы возьмем пол кило творога 100 грамм сливочного масла 2 желтка пол чайной ложки пищевой соды и немного су что приступим значит мы возьмем творог добавим него два желтка яичных масло разделим его на кусочки чтобы она лучше растворилась и добавим немножко соды пока много класть не будем все это мы сейчас перемешаем вот такая масса у нас получилось я добавила сюда немножко соли и тщательно перемешала теперь наша задача поставить этот сыр на водяную баню почему на водяную потому что если поставим просто на газ то сыр может пригореть и будет невкусный ну появится такой специфический вкус поэтому сейчас мы ставим сыр на водяную баню и тщательно перемешиваем сыр должен стать однородным и начать плавиться если мы видим что сыр недостаточно хорошо плавится можно добавить еще чуть-чуть соды тем более что вначале я ее положила немного но не переборщите потому что сода даст очень такой неприятный вкус вот такая однородная масса у нас получилось она еще немножко жидковатая но когда она будет остывать она начнет густеть и появится вот такая такая скучесть да как плавность такая как у плавленого сыра как раз посмотрим что у нас получилось сыр немножко остыл но получился он конечно жидковатым но я очень надеюсь что когда поставлю холодильник он загустеет думаю это связано с тем что творог я брала недостаточно сухой он изначально был маленько жидковатый поэтому вот так получилось ну думаю вкус от этого не изменится чем хорош плавленый сыр него можно добавить что-то свое можно взять что-то традиционное например сухие грибы или те же шампиньоны или положить кусочки ветчины да можно просто положить укроп лук зелень да и будет тоже вкусно я хочу попробовать что-то необычное поэтому я добавлю в этот сыр аджику с грецким орехом посмотрим что вот это аджика купили мы ее когда были на юге взяли два таких пакетика мне очень понравился запах очень такой душистый получилось необычно а теперь перельем полученную смесь вот такие банку такой объем плавленого сыра у нас получился сейчас я закрою эти баночки поставлю их на ночь в холодильник а с утра мы посмотрим что у нас получил вот такой он получился по консистенции нет такой тягучести но он мягкий и думаю хорошо мажется будет на бутруй брод плюс того что мы делали такой сыр в том что мы все делали из натуральных ингредиентов творог у нас свой домашний масло тоже вот таким образом и сыр получается домашним натуральным главное вкусным